В Казахстане подорожало мясо. С начала года цены на баранину выросли на 11%, а вслед за ней вверху стремились конина и говядина. Такие данные предоставили в Комитете по статистике. Однако, несмотря на постоянный рост цены в год, среднестатистически казахстанец едает примерно 56 килограммов мяса. Почему так часто меняются ценники на любимом казахстанском продукте, узнавала Сабина Балашкина. Я думаю, что для нашего региона это дорого мясо. Я мясо очень мало беру, в основном курица. Немножко подорожало. Куда денешься? Берем, покупаем. Нельзя говорить, хватает. Перебиваемся. Недовольства покупателей весьма очевидны, поскольку цены на мясо действительно подскочили. Говядину на этом рынке продают за полторы тысячи тенге. Но, со слов жителей столицы, бывают дни, когда на ценниках появляется 1800 тенге. Везде цены стояли 1500. А потом, в последний раз уже 1800. Это уже средняя цена была 1600. Тем временем комитет статистики приводит вот такие данные. С начала года на целых 11% подорожала баранина. Вслед за ней вверх устремились конина и говядина. Меньше всего изменилась цена на курицу и свинину. Нам прямой привозят, мы берем здесь, так как поставщики прямой к нам привозят. Бывают случаи, когда нам не везут, тогда мы идем на автовый рынок. Местные власти объясняют, что скачок цен связан с тем, что мясо в столицу завозят из соседних регионов страны. Картина, в общем-то, привычная. Транспортировка, расходы на топливо, которая, кстати, тоже подорожала. Все это влияет на стоимость любимого казахстанского продукта. На дороговизну также повлиял и экспорт нашего мяса, поскольку в этом году Казахстан увеличил объемы поставок. В Российскую Федерацию и Узбекистан мы экспортировали говядину, а в прошлом году мы экспортировали в Китайскую Народную Республику баранину. Эти факторы тоже повлияли на поголовье скота, то есть у нас уменьшилось поголовье скота, соответственно, и это сказалось на цене на мясо. Мы обычно покупаем говядину, как часто, но месяц-два-три раза покупаем. В основном конину употребляем. В месяц где-то раза три, наверное. В смысле, закупаемся, а употребляем каждый день, можно сказать. Твое предпочтение жители страны отдают говядине. Ее едят больше всего. На втором месте конина, но ее в основном употребляют горожане, впрочем, как и курицу. А вот блюда из баранины чаще всего готовят в сельских местностях. По данным комитета статистики, в среднем казахстанец съедает 56 кило мяса в год. В праздничные дни спрос на него повышается в несколько раз. В Акимате обещают контролировать цены и не допустить необоснованного роста. Мы провели разъяснительную работу среди предпринимателей о том, что не нужно спекулировать на этом священном для каждого мусульмана празднике и повышать цены необоснованно. Мы надеемся на их сознательность, порядочность и что они будут сдерживать цены. По словам представителей Акимата, до конца текущего года в столице построят завод по переработке мяса. Предприятие будет производить почти 10 тысяч тонн продукции. Быть может, это и сыграет свою роль в низкой себестоимости цен на мясо. Но, как говорится, время покажет. Юрист из Костанаевской области стал успешным фермером благодаря программе «Сабагай». Из города в село Руслан Ашаденов перебрался 9 лет назад. Именно тогда он воспользовался поддержкой со стороны государства и одним из первых в регионе закупил племенной скот. 30 коров казахской белоголовой породы привез из Оренбургской области. Сегодня численность поголовья выросла в 10 раз. До прошлого года хозяйство развивалось лишь в мясном направлении. Теперь здесь наладили производство молока. Бывший юрист получил второй кредит по госпрограмме и приобрел в Чехии 80 сементальских буренок. От каждой он планирует надоить до 6 тысяч литров молока в год. Планируем заниматься молоком. Уже доводить молоко до конкретного потребителя. Делать переработку, производить сыры, масла, творог. У нас и мясное, и молочное направление будет. Эти все базы, которые, склады построены, тоже около 40 миллионов было затрачено в своих средствах. Также мы на этом не останавливаемся. Будем сейчас молочную товарную ферму строить. 6 миллиардов тенге выделили на развитие животноводства в Октябрьской области. Еще почти столько же просят местные чиновники для поддержки предпринимателей обеспечения их выгодными займами в рамках госпрограммы САБАГА. В настоящее время в регионе свою деятельность осуществляют почти 5 тысяч крестьянских хозяйств. Из них несколько десятков производят продукцию на экспорт. На сегодняшний день экспортировано всего всех видов мяса 2800 тонн. В том числе 2200 тонн говядины, около 100 тонн баранины, более 400 тонн свинины на сегодня экспортировано. Хозяйство заинтересовано в экспорте, потому что со стороны государства есть государственная поддержка в виде субсидий. Мы в данное время отправляем свою продукцию в виде мяса в Узбекистан, мясо КРС Баранина – это Иран. Восточный Казахстан намерен в этом году экспортировать за рубеж 2 тысячи тонн мяса, но к августу регион смог выполнить меньше 10% от этого плана. Пока на заграничные рынки направлено всего 198 тонн в виде готовой продукции – это консервы и колбасы. Сырое мясо не соответствует международным требованиям, так как в регионе проводится обязательно вакцинация скота от ящера. Для потребителя это полностью безопасно, но такой товар уже не проходит по нормам Российской Федерации и многих других стран. Наладить экспорт поможет открытие новой современной лаборатории в Усть-Каменогорске. Она будет сертифицировать продукцию по стандартам Китайской Народной Республики и даст возможность увеличить поставки на рынки Поднебесные. Но запустят ее не раньше 2020 года. Еще одно направление у нас в Узбекистан. Узбекистан, наши крупные откормочные площадки заключили предварительный договор и намерение на поставку мяса крупнородного скота примерно объемом 1600 тонн. Реально возможно, что у нас эти 2000 тонн плана есть, но нам надо решить вот эти проблемы, которые на межгосударственном уровне. Казалардинские сельхозпроизводители экспортируют мясо через предприятия соседних регионов. Своего мясокомбината в области нет. В прошлом году за рубеж отправили 100 голов крупного рогатого скота, 280 голов верблюдов в Узбекистан и еще 817 голов овец в Иран. В этом году продали 300 коров, 59 верблюдов и 1600 овец. Для системного развития объемов экспорта мясной продукции в регионе строится комбинат мощностью 5000 тонн в год. Интерес к мясной продукции при Орале есть у жителей Турции, Арабских Эмиратов, Китая, России и Ирана. При этом на рынках области мясо подорожало в среднем на 200 теньем. Эксперты считают, что все равно и всему рыночные отношения. Подорожание мяса упирается в стоимость сена, корма, горючих, спазочных материалов. На внутренний рынок повлияли и увеличивающиеся объемы экспорта. Но мы не сидим сложа руки. В регионе действуют социальные магазины, где удерживаются прежние цены на мясо. 1400-1450 тенге за килограмм говядины, баранины. А на рынках их стоимость возросла от 1600 до 1700 тенге. Производители Туркестанской области в 2,5 раза перевыполнили план по экспорту мясной продукции. С начала года местные предприниматели отправили за рубеж больше 12 тысяч тонн баранин и говядины. Главные потребители казахстанского мяса – Аузбекистан, Россия, Иран и Арабские Эмираты. Всего в регионе действуют 14 откормочных площадок на тысячу и более голов скота. С начала года произведено более 100 тысяч тонн мясной продукции. Россия и Казахстан в основном покупают мясо крупнорогатого. Скота другие страны предпочитают баранину. Кроме того, наш регион экспортирует куриное мясо и рыбу. Животноводам оказывается всяческая поддержка. К примеру, в случае строительства крупной откормочной площадки государство возмещает предпринимателю 25% расходов. При учете экспорта мяса комитетом статистики в методике оценки этого показателя отсутствует категория «живой скот», который вывезли на убои в пересчете на мясо, говорит министр сельского хозяйства Сапархан Умаров. В целом, тенденция производства положительная. 477 тысяч тонн говядины, 150 тысяч тонн баранины и 86 тысяч тонн свинины. Есть все шансы перекрыть внутреннюю потребность нашего рынка. Но из-за некорректных показателей реального экспорта мяса сложно однозначно констатировать, сколько тонн мяса казахстанского производства поступает на отечественные прилавки, а сколько на заграничные. И по поводу мяса и всего, что с ним связано, мы поговорим с Гульнар Тлеовой, представителем Мясного союза Казахстана. Доброе утро, спасибо, что в столь ранний час пришли и нашли время ответить на наши вопросы. Сколько крестьянских хозяйств работают в республике и о каком объеме производства в год идет речь? Если говорить об отрасли животноводства, то это примерно 20 тысяч фермерских хозяйств, которые задействованы. В настоящее время государственная программа по развитию мясного животноводства предусматривается увеличение данного числа до 80 тысяч ферм, это семейного типа. Если говорить о производстве, как уже было сказано ранее, говядина мы производим чуть более 470 тысяч, баранина у нас 150 тысяч тонн в год. Если учитывать то, что в настоящее время Министерство сельского хозяйства отмечает почти 10,5% рост валовой продукции животноводства, то можно сказать, что данная программа работает и действительно все больше и больше людей начинают заниматься именно отраслью животноводства. Поддерживает ли сегодня государство отрасли? Есть ли субсидии? Да, однозначно государство оказывает помощь в развитии животноводства. В настоящее время государственная программа, которая предусматривает развитие мясного направления, подразумевает уделение кредитов на пополнение оборотных средств, на закуп, кредитование на закуп маточного поголовья из-за рубежа. Также есть кредитование сельскохозтехники, то есть житель сельской местности, он может с помощью государства нарастить свое хозяйство и таким образом заняться непосредственно бизнесом. Как правило, на какой рынок они ориентированы, зарубежные или отечественные? Если говорить о производстве мяса, это говядина и баранина, как наиболее употребляемые виды мяса, то, естественно, большую часть производства в Казахстане идет со стороны личных подсобных хозяйств. То есть, если говорить о говядине, это более 65%, баранина это 69%. Если же измерять в таком виде, то, конечно, личные подсобные хозяйства, они ориентированы на внутренний рынок. А экспорт – это уже дело непростое, потому что экспортировать довольно-таки трудоемкий процесс, требуются определенные разрешения. Сейчас открываются новые рынки для нашего мяса – это Китай, Эмираты, страны Персидского залива, Иран. И экспорт все-таки идет больше от средних крестьянских хозяйств. Понятно, что бизнесмены хотят работать на экспорт, но как закрывать потребности собственного отечественного рынка в мясе? Стоит отметить, что мы закрываем внутреннюю потребность по говядине и баранине. В настоящее время по говядине мы производим 98% внутреннего потребления, и все остальное идет на экспорт. Но когда мы говорим все остальное, это примерно небольшая доля. То есть говядину мы экспортируем довольно, по итогам прошлого года, это 20 тысяч тонн. Баранина у нас идет в объеме 4 тысячи тонн. Если смотреть на процентное соотношение, то это всего лишь 4% от всей продукции, которая у нас произведена. То есть это, в принципе, особой нагрузки не дает. Но в настоящее время экспорт растет, то есть он набирает обороты. И естественно, что если сравнивать с предыдущими годами, то увеличение идет в разы. И я прошу прощения, чтобы вы понимали, фермер, он действительно проделывает огромный труд. Это как бы вырастить поголовье животного, то есть это непростой труд. Естественно, мы хотим, чтобы его труд, он оплачивался, достойно оплачивался. И, соответственно, что когда сейчас мясо начало идти на экспорт, то, естественно, что цена на него начала расти. Если говорить о составляющих того, что мясо такое, то это действительно из нескольких компонентов. Это, конечно, топливо для сельского хозяйства, это сама цена сельскохозяйственной техники. Корма, также идет заработный фонд оплаты работникам сельской местности. И это все вкупе, это создает определенную ценовую нагрузку на фермера, который пытается получить от своего продукта, то есть непосредственно мясо, все свои затраты. Ну, смотрите, если, допустим, государство все-таки финансирует отрасль, то цены на мясо все равно поднимаются, и в конечном итоге страдаем мы, простые потребители. Если в таком ключе, то ситуация именно в следующем. Предположим, что для того, чтобы вырастить одну корову, фермер тратит на нее, условно, тысячу долларов. И корова, это при выходе, это не только мясо, это кости, шкура, субпродукты. Фермер хочет реализовать эти конечные товары, продукты максимально, чтобы получить максимальную прибыль от того, что он вырастил в течение нескольких лет. И, соответственно, что субпродукты, это, что самое интересное, это самый дорогой товар за рубежом, который выходит из одной туши. В нашем соседнем Китае за субпродукты из одной туши можно выручить порядка 500 долларов. К сожалению, у нас на внутреннем рынке эта цена варьируется 10-15 тысяч тенге. И, естественно, что наши фермеры, они хотят продавать туда, откуда они могут получить наибольшую прибыль. Следующая составляющая – это шкура. По шкуре у нас сейчас, к сожалению, ситуация весьма плачевная, потому что мы не можем вывозить, наши переработчики, предприятия не могут вывозить шкуру, необработанную шкуру КРС на экспорт. И, соответственно, в настоящее время эти шкуры просто лежат и гниют десятками тонн. И что у нас остается? Только мясо. Естественно, вся эта нагрузка ложится именно на цену мяса. И в этом итоге мы получаем завышение цен. К сожалению, потому что других видов реализации товаров, продуктов от животноводства у нас сейчас не получается. Мы сейчас направляем десятки писем, официальных запросов и обещаний во все возможные инстанции, чтобы нашим животноводам дали возможность работать, но пока что безрезультатно. А как вы считаете, нужны какие-то новые предприятия или какие-то, может быть, другие условия для того, чтобы все-таки цена была доступной? В настоящее время, чтобы вы могли понять, цена на мясо, она начнет падать после того, как ею именно отраслью животноводства начнет заниматься все больше людей. То есть увеличение маточного поголовья, которое является целью непосредственной государственной программы, оно позволит нашим фермерам все больше и больше, то есть будут больше производителей в данной сфере. Естественно, что появится конкуренция, будет снижение на цен. То есть чем больше мы будем производить, тем ниже у нас будет цена. Мы это видим на примере Бразилии, который является абсолютным лидером по производству мяса. Поэтому мы сейчас нацелены на то, чтобы увеличить маточное поголовье, которое даст возможность снизить цену на мясо и, соответственно, экспортировать больше мяса. Скажите, в разрезе региона все-таки как формируется цена? Потому как, допустим, в столице, естественно, мясо дороже, нежели в регионах. От чего это зависит? Если смотреть статистику, то, в принципе, повышение цен на говядину предусматривается в районе 100-200 тенге. И это довольно-таки небольшое увеличение, потому что оно в рамках инфляции. Естественно, что цены на мясо в разных регионах варьируются от уровня жизни населения. То есть, как сказать, какой спрос, такое предложение. А если говорить непосредственно о составляющих производства мяса, то, как я уже сказала, это вот дистопливо, которое с 2015 года увеличилось, например, с 83 до 193. Это более 2,5 ряза. И, естественно, что эта разница ложится на итоговую продукцию в виде мяса. Идет также, как уже ранее сказала, то, что мясо – это единственный продукт, от которого наши предприятия могут получить все свои затраты. То есть это все вкупе, то есть продукции, которые сопутствуют производству и выращиванию скота, то из-за того, что оно увеличивается, естественно, что идет ценовая нагрузка на конечные продукты. Простите, к сожалению, мы ограничены в эфирном времени. Спасибо вам большое. Гульнар Тлеова, представитель Мясного союза Казахстана, была гостем нашей студии. Ностальгия. Старый добрый вкус. Ищешь работу? Искусственный интеллект поможет найти лучше. ХРБКЗ. Представляй новую карьерную платформу. Топовые компании. Лучшие вакансии. ХРБКЗ. Скачивайте приложение, регистрируйтесь на сайте и подписывайтесь в соцсетях. Скачивайте приложение, регистрируйтесь на сайте и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Динара! По мнению специалистов, квартиры будут дорожать прежде всего в столице. Об этом не только расскажу через пару секунд в эфире Деловые новости. Субтитры создавал DimaTorzok Три основные причины подорожания недвижимости называют специалисты. Сезонность, рост курса доллара и растущая доступность жилищных программ. По мнению экспертов, удобные для населения финансовые инструменты увеличивают спрос на новое готовое жилье. Это существенно влияет на цены. По данным сайта Крыши Кизет, с начала года в стране уже произведено более 140 тысяч сделок купли-продажи. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось почти на четверть. Ожидается, что продажи могут превысить рекорд прошлого года, достигнув 300 тысяч сделок. Аналитики отмечают, что этой осенью жилье в целом может подорожать во всех регионах, однако в столице такая тенденция наиболее вероятна. Цены на недвижимость в Нур-Султане имеют довольно четкую тенденцию к росту. Стоимость жилья на первичном рынке за последние 9 месяцев увеличилась на 3,5%. Из них наиболее растущим сегментом оказался эконом. Рост более чем на 6%. Программы ипотечного кредитования позитивно повлияли на рост сделок купли-продажи. В ближайшие два года мы прогнозируем дальнейший рост стоимости жилой недвижимости в столице в диапазоне 5-7% в год. По нашим данным, по сравнению с началом года цены на вторичном рынке Нур-Султана снизились на 4,7%. Но к осенне-зимнему периоду спрос на готовое жилье начнет расти, и тренд по цене изменится в сторону повышения. На первичном рынке также ожидается оживление, так как у ряда крупных игроков на рынке столицы, имеющих готовую линейку из разнообразной недвижимости, откроются продажи как раз в высокий сезон. Изменение правил работы обменных пунктов прокомментировала заместитель председателя Национального банка Дина Галиева. Она отметила, что сокращение рабочего дня – мировая практика, которая связана с вопросами безопасности. Что касается требований к минимальному уровню капитализации, по словам замглавы Нацбанка, обменные пункты должны обладать достаточным уровнем, чтобы не создавать дефицит наличной валюты и полностью обеспечивать спрос населения. Сообщено также, что финрегулятор готов рассмотреть все предложения по улучшению работы обменников. По этой причине проект вынесен на предварительное обсуждение. Ипотеку на 20 лет с нулевой фиксированной ставкой предлагают жителям Дании. Это первый подобный продукт в банковской истории европейской страны. Еще один кредитор и вовсе установил отрицательную ставку для 10-летних ипотечных кредитов. То есть, по сути, заемщик будет получать деньги от банка вместо того, чтобы платить проценты. Добавлю, что ставка кредитования Центробанка Дании составляет 0,05. Она не менялась января 2015 года. В Германии может резко подорожать мясо из-за повышения налога на этот продукт. Такую инициативу озвучили правозащитники. Она направлена на улучшение стандартов благополучия животных. Правящая партия поддержала идею с увеличением НДС. Оппозиция же пока выступает против ее введения. Отмечу, что ранее мясо, как все основные продукты в стране, облагалось налогом по сниженной ставке в 7%. Теперь она может возрасти до 19%. Добавлю, что по статистике средний житель Германии в год потребляет примерно 60 кг мяса. Однако в последние годы в стране все большую популярность приобретает вегетарианство. И в завершении информация с казахстанской фондовой биржи. Американская валюта продолжает дорожать. По итогам последних торгов курс составил 387 тенге 73 тына за доллар США. Динара, это были все деловые новости к данному часу. Вам слово. Спасибо, Индир. Ну а мы продолжим выпуск через несколько секунд. Огнестрельного оружия в Соединенных Штатах больше, чем жителей, пишет немецкое издание DZ. Нигде в мире люди не владеют таким количеством вооружения, как в США. Причем их число продолжает расти так же, как и увеличивается количество погибших от оружия людей. По информации организации ГАН Violence Archive, в американских штатах только в этом году было совершено 250 нападений с применением огнестрела. И убито, по меньшей мере, по 4 человека при каждом инциденте. Такие нападения происходят довольно часто. И, по мнению авторов статьи, объединяет их одно – доступное получение оружия. США является единственной страной в мире, где количество огнестрельного оружия в частном владении превышает число жителей – 394 миллионов единиц на 327 миллионов граждан. Сравнение этих цифр показывает, что большее количество оружия среди населения приводит к большему количеству смертей, а никак не к безопасности, как охотно пропагандирует оружейное лобби. По данным платформы ГАН Полиси, в 2017 году в США 12 человек из 100 тысяч жителей были убиты огнестрельным оружием. Говорится в статье. Несмотря на такое внушительное количество вооружения среди частных лиц и граждан, число владеющих оружием людей по стране составляет порядка 40%. Согласно опросу, проведенному исследовательским центром Pew Research, в 2017 году большая часть всего оружия принадлежит лишь 3% населения. Такая плачевная статистика демонстрирует, что стране требуется ужесточение законов об оружии, пишет издание. Инстаграм довольно противоречивое приложение. С одной стороны, оно пагубно влияет на психическое здоровье человека, создавая поле для развития различных комплексов, а с другой, может стать отличной интернет-приемной для психотерапевтов, пишет французское издание Slate. В 2017 году Королевское общество общественного здравоохранения провело исследование, выбрав молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. В результате слежки за их аккаунтами было выявлено, что социальная сеть Инстаграм отрицательно влияет на их психическое здоровье. Среди обнаруженных проблем, а в общей сложности их 14, оказались одиночество, кибердомогательство, депрессия, беспокойство, комплексы по поводу своего имиджа и тела, а также страх пропустить какое-то важное событие, пишет автор статьи Дженнифер Паджеми. За последние два года платформа разработала множество обновлений для того, чтобы изменить этот расклад. К примеру, ввело функцию подтверждения комментария перед публикацией, ограничения доступа к человеку и маскирования лайков. Так, чтобы пользователям не было видно, какое количество сердец нравится, набрали фотографии других аккаунтов. Правда, последнее нововведение находится пока в тестовом режиме и доступно лишь десяткам людей по всему миру. Пока все эти попытки не дали значительных результатов в пользу улучшения психического здоровья. Однако приложению Инстаграм, по мнению автора статьи, удалось уйти от негативного образа за счет развития онлайн-психологии. К примеру, Стелла Тендрибиого – психолог-сексолог. Она использует социальные сети для того, чтобы помочь тем, кто закрыт и не может говорить о своих проблемах вживую. «Я считаю себя прогрессивным психологом, который помогает людям, оторванным от психологической помощи по разным причинам. Люди, реагирующие на мои посты – это те, кто не могут и не хотят идти в кабинет психолога», – цитирует автор статьи специалиста. Напоследок автор рассуждает. «Мы живем в обществе, основанном на результативности, заставляющем людей сравнивать себя с другими. В этом смысле социальные сети, подобные Инстаграму, затрагивают самооценку и могут усилить тревожное состояние. Мифы о совершенных женщинах и мужчинах, идеальной маме и прочих профессионалов своего дела предъявляют все больше требований, от которых общество устает и эмоционально выгорает. Несомненно, влияние социальных сетей и технологий на жизнь человека будет только расти, а контролировать психические процессы станет еще сложнее», – заключает издание. «Долгая трудовая деятельность родителей влияет на здоровье детей. Особенно это проявляется в семьях со средним и высоким достатком», – сообщает австрийское издание «Дерстандарт». «Долгий рабочий день родителей повышает у их детей риск появления лишнего веса и ожирения в дошкольном возрасте». К такому выводу пришли ученые научного центра социальных исследований в Берлине. Они изучили данные почти двух с половиной тысяч детей в возрасте до шести лет. Результаты показали, что дети матерей, работающих 35 часов в неделю и более, подвержены повышенному риску появления лишнего веса и ожирения. В сравнении с детьми, чьи мамы не работают. Риск также повышается, когда долго работают отцы. Главные причины – нарушение сна и режима питания у детей. Негативное воздействие долгой работы родителей на вес детей было зафиксировано в основном в семьях со средним и высоким достатком. В семьях с низким достатком такой взаимосвязи не обнаружено», – цитирует издание автора исследования «Джанг Хонг Ли». Однако посещение детского сада сокращает вероятность появления у детей ожирения, независимо от социальных условий их жизни, так как там в основном поддерживается правильный режим питания, сна и активной деятельности, – отмечает издание. Продолжим выпуск новостями в мире. Обстановка в центре Бишкека после разгона митингов сторонников экс-президента Киргизди Алмазбека Атамбаева спокойна. Об этом сообщают представители Министерства внутренних дел. Ранее сообщалось, что после задержания Атамбаева перед зданием парламента страны собрались около 500 человек. Правоохранители позднее разогнали митинг. Отмечу, экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Алмазбека Атамбаева в сопровождении советников Редыниязова и Кундуз Жулдубаева привезли в Бишкек. В начале ВВД, а после его перевели в здание Госкомитета нацбезопасности. Напомню, накануне спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Койтаж в 20 километрах от столицы. Спецоперация длилась около двух суток. Погиб один человек, еще 98 пострадали. Бывшего главу государства обвиняют в освобождении по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека и узурпацию власти, а также другие незаконные действия. Южнокорейская валюта за год обесценилась на 13%. Сегодня за 1 доллар давали почти 1214 вон. Это самый низкий показатель за последние три года. На обесценивание повлияло решение, которое приняла Япония 2 августа – исключить Республику Корею из списка надежных партнеров. Кроме того, 1 июля в Токио заявили, что ограничат Сеулу поставки трех химических компонентов, использующихся при производстве полупроводников и электронного оборудования. Эти ограничения, а также торговая война между США и Китаем, привели к снижению и главного индекса корейской фондовой биржи. Коспи опустился почти на 3% и достиг самой низкой отметки с августа прошлого года. В ответ на эти антикорейские меры в Сеуле заявили, что исключат Японию из своего списка приоритетных торговых партнеров. А так и сегодня южнокорейское правительство приостановило эту процедуру. Это связано с тем, что Токио одобрило поставку в Корею фоторезисторов. Это один из трех материалов, на которые ранее ввели ограничения. Можно утверждать, что сложившаяся ситуация – это экономическая война между Кореей и Японией. Ведь приняты строгие меры касательно ввоза сырья, расходных материалов, оборудования для производства полупроводников, имеющих очень важное значение для нашей экономики. Повышение курса доллара по отношению к войне – это отражение беспокойства и тревоги южнокорейцев. Однако со временем ситуация стабилизируется. Думаю, что страны найдут решение проблемы, которая связана с общим историческим прошлым с помощью дипломатического диалога. Пакистан приостановила железнодорожное сообщение с Индией из-за обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джаму и Кашмир. Как заявил министр железнодорожного транспорта Пакистана, шейх Рашид Ахмед, поезд экспресса «Дружбы» единственное, что следовало из Пакистана в Индию, ходить больше не будет. Индийские власти объявили 5 августа о решении упразднить штат Джаму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью было решено отменить статью 370 Конституции, которая наделяла спорные регионы особым статусом. Позднее документ был одобрен в парламенте. Официальный Исламабад решительно осудил этот шаг. В американском штате Миссисипи прошла масштабная спецоперация в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией. Силовики проверили 7 крупных фабрик, где были задержаны почти 700 человек, в основном выходцы из стран Латинской Америки. К слову, эти рейды стали крупнейшими с 2008 года, когда по приказу Джорджа Буша-младшего подобная операция прошла в штате Айова. Отмечу, президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одной из главных своих политических целей. В июне он объявил, что иммиграционные службы планируют депортировать из штатов миллионы нелегалов. Вернемся к событиям в нашей стране. В уральский автомобиль сбил подростка, который ехал на мопеде. Несовершеннолетний доставлен в больницу. А в Жасказгане женщина упала в траншею, вырытую коммунальными службами. Она получила серьезную травму спины. Об этих и других новостях более подробно вы узнаете из хроники ЧП. В Магистанской области водолазы подняли со дна тело 17-летней девушки. Ее искали три дня и обнаружили в районе судостроительного завода вблизи села Курык Каракиянского района. По словам очевидцев, трое подростков пошли купаться в шторм и утонули. Тела двоих обнаружили практически сразу, а девушку лишь на четвертые сутки. В разыскных мероприятиях участвовали 50 человек, в их числе спасатели и добровольцы. В Уральске автомобиль сбил подростка, который ехал на мопеде. ДТП произошло на трассе Уральск-Желаево. По информации областного департамента полиции, водитель автомобиля «Фольксваген» ехал в сторону хлебокомбината и при повороте на улицу Толи и Бини пропустил второго участника движения. Несовершеннолетнего доставили в больницу. В Жасказгане женщина упала в траншею, вырытую коммунальными службами. Пострадавшая была госпитализирована, она получила серьезную травму спины. Несчастный случай произошел на территории городской больницы. Траншея предназначалась для замены канализационных труб, ее глубина составила более двух метров. Территория, где велись работы, была огорожена сигнальной лентой. Однако там появился несанкционированный переход. В качестве моста жители приспособили дверь. С нее и упала пострадавшая. В Мангастауской области расследуют факт обнаружения медицинских отходов на одной из стихийных свалок. Контейнеры для биоанализов и пробирки с кровью нашли жители села Мангастау-5 Мунайлинского района. Все медотходы собрали и отправили для ликвидации в районную лабораторию. Данный инцидент заинтересовал прокуратуру и полицейских. Конокрада задержали в Западно-Казахстанской области. Им оказался 45-летний житель Бокей-Ординского района. Злоумышленник воровал лошадей у сельчан. Полицейские выяснили, что он причастен к шести аналогичным фактам. Он похитил 10 лошадей. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Казахстан готовится с размахом отметить 175-летний юбилей известного казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Юбилеи выпадают на следующий год. Однако уже сейчас по всей стране проходят флешмобы в поддержку этой даты. Открывают новые социальные и культурные объекты. Наш корреспондент Марк Брюшко вместе с коллегами из регионов узнал о местах и даже городах, носящих имя великого Абая. Нет таких, кто не знаком с наследием Абая Кунанбаева. Его легендарная личность уже больше века проходит красной нитью через всю культуру. Поэтому неудивительно, что десятки мест в Казахстане носят его имя. К примеру, в столице есть улица Абая и красивый памятник. Открытие вот этого памятника состоялось 19 июня 2010 года. В этом же году, ранее, в январе, был объявлен конкурс на лучшую эскиз идею монумента, который будет посвящен знаменитому поэту. Его результаты были обнародованы 14 января. Победителем стал скульптор из Алматы Булат Дожанов. Монумент установлен у главной площади правого берега. Высота статуи 7,5 метров. Особое значение при создании памятника уделяли отражению высокой гражданской позиции, духовности и мудрости поэта. А в Каркаролинске, к примеру, есть мечеть, которую в 1851 году построил Куданбай Ускинбай-Улы, отец Абая. Недавно у нее открыли памятник знаменитым отцу и сыну. Действующая мечеть и сейчас одна из главных достопримечательностей региона. Памятник дополнил существующий ансамбль. Скульптура вместе с постаментом превышает 4 метра. Мы, потомки, очень признательны каркаролинскому народу за то, как они хранят память и почитают нашего предка. Сегодня мы специально приехали на открытие памятника. Мне кажется, скульптору удалось передать характеры обоих. А недалеко от областного центра есть целый город, который носит имя великого поэта. Вначале на его месте в 49-м образовался шахтерский поселок Щерубай-Нура. 12 лет спустя указом Президиума Верховного Совета КАСССР его переименовали, присвоив статус города. По версии 15 августа, близко очень к 10 августа, это день рождения великого поэта, писателя, философа, просветителя. И наш город получил имя Абай. И я, например, считаю, что нам очень повезло всем жителям нашего города, а теперь даже и району, потому что и район носит у нас название Абайский район. Многое и внутри города носит имя Абая Кунанбаева. Центральная улица, школа, музей. В 1974 году установили парковую скульптуру, посвященную поэту. Раньше она встречала гостей на въезде, а сейчас перенесена в центр населенного пункта, на территорию школы. Педагоги даже верят, что дух мыслителя помогает им достигать высоких результатов. Когда у нас что-то не то не получается, мы обязательно собираемся. У нас есть люди, которые могут прочитать Хуран. Мы прочтем, сделаем щельпеки, и как-то нам легче становится. Мы, значит, не должны забывать. Его дух всегда должен присутствовать с нами. Площадь напротив районного Акимата украшает вторая скульптура. Она появилась там несколько лет назад. А в следующем году в городе установят первый настоящий памятник из бронзы. Сейчас три лучших эскиза направили на рассмотрение госкомиссии. Вскоре станет ясно, как именно будет выглядеть монумент. Марк Брюшко, Юлана Чаус, Арман Акшабаев и Василий Савкин. Хабар, 24. Дни Абая Кунанбаева проходят в Иране. Нашего поэта там не только знают. Стихи и философию Кунанбаева изучают на специальных факультативах. А в самом Тегеране писателю установлен памятник. По словам иранцев, им близок не только слог мастера, но и его взгляды, с которыми он так спешил поделиться с читателями. Как же слово Абая сумело покорить сердца иранцев? Материал нашего корреспондента Юлии Гнатюк. Поэтическим рефренам «Воля ты сильна, но пускай и тобой руководит сердце» Абай Кунанбаев захватил умы, а после и сердца литературного Ирана. Пройдя по улицам Тегерана и пообщавшись с прохожими, можно сделать вывод, что здесь Абая читают и почитают. Стихи Кунанбаева мне переводил знакомый филолог. Очень сильное произведение. Именно сильное – то слово, которое больше всего подходит. Что мне запомнилось? Отсутствие страха в его словах, а еще то, что он говорит с тобой, как со старым знакомым. Безвреден, кто в гневе кричит. Бойся того, кто в гневе молчит. В этих строках Абая Кунанбаева – настоящая житейская мудрость. В Иране Кунанбаева уважают не только за его стихи, но и в том числе и за его активной жизненной позиции. Известно, что большая часть творчества мастера пронизана требованием равноправия для мужчин и женщин. Абай не только пером, но и делом защищал слабый пол, требуя для дам равных прав с мужчинами. Для некоторых регионов Ирана эта тема остается актуальной сегодня. О популярности поэта в Иране говорит и тот факт, что в сердце республики в Тегеране не так давно был открыт памятник писателю. Памятник Абая Кунанбаеву был установлен в 2002 году на территории Национальной библиотеки Ирана. На его открытии присутствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Иран для памятника был выбран неспроста. Ведь поэт и мыслитель Абай Кунанбаев считал себя учеником великих персидских поэтов, таких как Хафис, Фердоуси, Саадим и Хаян. Казахстан для Ирана очень дружественная страна. Нам было очень приятно принимать вашу делегацию во главе с Нурсултаном Абишевичем при открытии памятника Абаю. И мы очень надеемся, что были хорошими хозяевами для наших гостей. Именно на примере Кунанбаева иранцы знают о литературе Казахстана, о возможностях творческой интеллигенции. Уверен, поэтическое слово Абая и его последователей сможет укрепить наши народы. Это так важно. Для большей популяризации творчества Абая в Тегеране сегодня проходят литературные факультативы, посвященные поэту. Иранцы читают стихи Кунанбаева, знакомятся с его рассуждениями. Примечательно, что слушателями курсов являются не столько подростки-школьники, сколько взрослые. С творчеством Кунанбаева я познакомился только год назад, хотя литература – моя страсть. К своему стыду я ранее не слышал об этом великом поэте и зря. У него очень точная манера излагать мысли, просто и ясно. Уверен, что Абай – великая, но не единственная поэтическая мощь Казахстана. Нам, студентам и молодым специалистам Ирана, хотелось бы более тесно изучать вашу литературу. Схожая манера письма Кунанбаева с персидскими поэтами может в скором времени открыть Абая для подрастающего иранского поколения. Не исключено, что в ближайшие годы казахский писатель может быть включен в школьную программу дополнительного чтения. Таким образом, спустя сотни лет великий поэт сможет словом донести еще одну важную мысль о дружбе культур двух великих народов – Ирана и Казахстана. Юлия Агнатюк, Дмитрий Лукша и Махмуд Махмудий. Хабар-24. Иран. К нашему эфиру присоединяется Марк Брюшко со своим обзором прессы. Напомню, как всегда, он отобрал наиболее интересные, по его мнению, статьи, опубликованные в региональных печатных изданиях. Марк, доброе утро. Мы тебя слушаем. Доброе утро. Как обычно, все подробности буквально через пару мгновений. Не переключайтесь. Обещаю, будет интересно. Начнем с новости со страниц вечерней Астаны. В преддверии праздника Курбан-Айт, который вот-вот постучится к нам, так сказать, на пороге уже стоит, порядка двух тысяч малоимущих семей столицы получат жертвенное мясо, сообщает издание. Окончательные списки нуждающихся будут сформированы к 11 августа, началу священного праздника всех мусульман. О подготовке к празднику, а также о других интересных особенностях представители духовенства и городского Акимата рассказали на специальной пресс-конференции, говорит с публикацией. В столице выбрали, сообщается, семь мест для проведения ритуальных мероприятий. В основном это рынки и крестьянские хозяйства. По информации Акимата, места для забоя скота отвечают необходимым санитарно-гигиеническим нормам. Для более подробной информации вы можете зайти на сайт «Вечерние Астаны» и прочитать этот материал. Переходим к другой газете «Петропавловский Z». Дом уже признан аварийным, но расселять его жители и городские власти не торопятся, сообщает издание. Это о ситуации, которая сложилась вокруг столетнего одноэтажного дома на улице Вознесенской в Петропавловске. Там живет шесть семей сейчас. Сообщается в публикации, что тут уже случались обрушения крыши, пожары, после одного из которых уже много лет пустует одна из квартир. Она находится в середине дома, вследствие чего дом зимой промерзает. А в сезон дождей деревянные стены, сообщается, намокают и начинают гнить. С вашего позволения, зачитаю небольшую цитату, выдержку из публикации. По-моему, очень интересно. Арман Абелькаиров живет здесь уже 22 года, и все это время чиновники разного уровня обещают переселение. Говорит он, нам посоветовали почаще напоминать о себе. Мы ходили в Акимат, напоминали о себе, но ничего от этого не изменилось. К нам приезжало телевидение, журналисты. После этого нам обещали починить крышу. Но пока никаких изменений нет. Будем надеяться, что действительно, после того, как мы обратили на это внимание, и журналисты еще раз обратят на это внимание, возможно, городские власти наконец-то смогут помочь этим семьям в решении их проблем. Другой регион, другая новость. Казалардинские вести сообщают по-настоящему летнюю новость. В аульном округе Жайлма, Жанокурганского района, начали выпускать арбузный сок. Достаточно интересно. Предыстория этого проекта такова. Специалисты немецкой компании провели маркетинг рынка производства сока и концентрата из бахчевых культур. На базе именно этой области ежегодно в области урожая бахчевых более 110 тысяч тонн сообщается. Из них более 50 тысяч тонн это арбуз. В области остается примерно 25-30% от урожая сообщается. Давайте послушаем небольшую цитату из публикации, которую мы для вас подготовили. Сейчас мы соки импортируем в основном из России, Венгрии и Азербайджана. Если предположить, что 25% существующего производства бахчевых в регионе будут использоваться для получения сока или его концентрата, то производство дынного или арбузного сока могло бы достигнуть примерно 20 миллионов литров в год. Это примерно 10% от общего рынка страны по фруктовому соку. Кроме этого, существует возможность для экспорта концентрата сока бахчевых культур. Ну и последняя новость. 10 и 11 августа, то есть уже в эти выходные, в городском парке культуры и отдыха Уральска впервые пройдут соревнования по триатлону. Всего участниками соревнований зарегистрировались станд 29 человек. Гомка будет состоять из трех этапов. Сообщается на портале «Уральская неделя». Триатлон, спринт 750 метров, плавание 20 километров велопробега и бег на 5 километров. Также давайте послушаем небольшую цитату. Среди участвующих будут люди из разных уголков страны. Актубе, Нурсултана, Костаная, Караганды, Павладара и других. Из Уральска участие примут 10 человек. Участников триатлона называют айронменами, железными людьми. Побороться за победу попытается и единственная женщина, участница из Актубе. На этом свой обзор прессы завершаю. Один раз слово передаю тебе. А всем нашим телезрителям желаю продуктивного завершения рабочего дня. Спасибо, Марк, и тебе удачного дня. И вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.